Природа Крыма удивительна и разнообразна. В Крыму большое количество горных рек, водопадов, озер, водохранилищ, омывают полуостров, сразу два моря, Черное и Азовское. На его территории произрастает 2500 различных растений, многие из них реликтовые. Можжевельник, кипарис, дуб, сосновые и буковые леса наполняют воздух целебными ароматами. Побывать летом в Крыму, значит получить заряд здоровья и бодрости на весь следующий год. Сейчас многие отели предлагают культурный отдых на берегу моря в комфортабельных номерах с разнообразным типом питания, шумными дискотеками и анимацией. Но есть и другой вид отдыха подальше от шумных пляжей с толпами отдыхающих. Это отдых с походным рюкзаком и палаткой на безлюдном пляже или лесу, вдали от цивилизации. Многие бухточки Керчи, Евпатории, западного мыса Тархан-Кут в летнее время свободны от отдыхающих, которые предпочитают обустроенные пляжи. Осенью Крым богат на грибные и ягодные места, которыми изобилуют горы к северу от Алушты, район Демерджи, Бахчисарайские леса. Зимой среди лыжников пользуются большой популярностью горы Айпетрий и Ангарский перевал, расположенный между горной грядой Чатырдак и Демерджи. Отдых в Одессе плюсы и минусы Полуостров Крым полон палаточными кемпингами с платным заездом и входом. Их территория уже оснащена палатками, кухней, где можно готовить, столовой, мангалами, туалетами и душевыми. Палаточные городки имеют сеть магазинчиков с продуктами питания, чистой питьевой водой, всевозможными развлечениями. Есть и другой вид отдыха с палатками, когда на безлюдное место турист привозит все с собой. Там нет продуктовых магазинов или они находятся на значительном расстоянии. Поэтому продукты, питьевую воду надо брать с собой. В таких местах отсутствуют комфортные бытовые условия. Зато отдыхающих никто не ограничивает во времени, когда им купаться, ложиться спать или развлекаться. Никто не навязывает своего питания, нет необходимости обедать в душной столовой. Свобода выбора места для отдыха, безлюдный пляж, целебная природа, ласковое море компенсирует отсутствие комфортных условий. Чартерные рейсы, плюсы и минусы. Собираясь на Крымский полуостров дикарем, необходимо позаботиться о непортящихся продуктах питания, сделать большой запас питьевой воды. Кроме палатки надо взять с собой спальные принадлежности, холодной ночью могут пригодиться теплые вещи. Для приготовления пищи берется набор посуды, спички, не помешает и компактная переносная газовая печка, а также фонарик с батарейками и аптечка с набором лекарств от температуры, вирусных заболеваний, для желудочно-кишечного тракта. Лучше конечно в такое путешествие отправляться на собственном автомобиле. Багажник машины вмещает в себя намного больше вещей, чем рюкзак за спиной человека. К тому же машина позволит легко передвигаться с одного на места на другое. Автобусные туры по Европе плюсы и минусы для туристов, отдыхающих диким способом правила никто не устанавливал, но все же есть негласные, которых обычно все придерживаются. Это каждый турист должен после себя убрать весь мусор, вывести его на свалку, оставив место отдыха чистым, костры должны быть полностью затушены, залиты водой, чтобы не осталось ни одной искры, нельзя пагубно относиться к природе, местной флоре и фауне. Нельзя проявлять агрессии к другим туристам, если даже они обосновались невдалеке от уже занятого места. Побережья хватит на всех и к другим отдыхающим дикарям надо относиться с уважением. Лучшим местом для дикого отдыха, где еще не построены всевозможные отели, является уютное урочище Инжир, которое давно облюбовали приверженцы отдыха с палатками. Правда, безлюдным его не назовешь, здесь часто проводят отдых более тысячи человек. Урочище приглянулось не только дикарям, но и кинематографу, различным фестивалям, семинарам по набору энергетики, нетрадиционному лечению. В 20 минутах ходьбы от места отдыха есть источник с чистой родниковой водой. Чистым озером и водопадом привлекает к себе туристов поселок Зеленогорье, расположенный невдалеке от Алушты. Идеальным безлюдным местом на морском берегу является Лисья бухта, которая расположилась в восточной части Крыма возле древнего рифа Ичкидак. Поселок Мысовое привлекает к себе туристов теплым мелким морем с белым песочком, тишиной и безлюдностью. Это Азовское море с хорошей рыбалкой бычков. В какое бы месте Крымского полуострова не решились остановиться на отдых туристы, они всегда увезут с собой массу впечатлений от общения с природой, заряд бодрости и здоровья.